Московские следователи захотели нажиться на контрабандистах с драгоценностями следствия и суд силовые структуры. 10.54.31 мая 2019 московские следователи захотели нажиться на контрабандистах с драгоценностями. Фото, Рамиль Сиддиков, РИА Новости. Начальник следственного отдела на воздушном и водном транспорте СКР по Москве Дмитрий Каравин, следователь Александр Ашурков и адвокат Алексей Невзоров требовали взятку в 20 миллионов рублей фигурантов уголовного дела о контрабанде ювелирных изделий. Об этом пишет газета «Коммерсант». По данным издания, сотрудников СК и юриста задержались по личным, когда они делили 1 миллион рублей, полученные им в качестве первого транша. В пятницу, 31 мая, Пресненский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об их аресте. 4 апреля в аэропорту Шереметьево была задержана группа из трех человек с контрабандой золотых изделий весом 13 килограммов, писал московский комсомолец. Гражданин Болгарии привез сумку с ювелирными украшениями из Турции и передал ее в таможенной зоне старшему инспектору линейного отдела полиции капитану по имени Сергей. Его фамилия не сообщалась. После таможенной зоны ценный груз перекочевал их сообщнику-таксисту, после чего всех троих задержали. Расследованием уголовного дела занялся следователь Ашурков, который строил обыски в 20 ювелирных магазинах, где якобы сбылись контрабандные драгоценности из Турции. Из торговых точек было изъято около 20 килограммов ювелирных изделий. По версии следствия, Ашурков и его начальник Каравин через адвоката предложили хозяевам магазинов вернуть изъятое за денежное вознаграждение. Подобная схема действовала и по других уголовным делам, поэтому количество преступных эпизодов в отношении сотрудников СК может возрасти. О задержании Каравина и его заместителя Александра Задорина стало известно 30 мая. По версии следствия, руководитель следственного отдела и его заместитель вступили в сговор с адвокатом, чтобы получить от фигуранта уголовного дела деньги за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов. 20 мая адвокат получил миллион рублей взятки, деньги подозреваемые разделили между собой. Источник сообщил Ленте.ру о том, что адвокат взял у обвиняемых по уголовному делу о преступлениях в таможенной сфере 20 миллионов рублей якобы для передачи в качестве взятки руководителем Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте. Обратная связь с отделом силовые структуры. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новости или идея для материала, напишите на этот адрес crimeatlantico.ru, что происходит в России и в мире. Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись. Продолжение следует...